После того, как вы закончили с основными настройками аккаунта, можно приступать к созданию первой вашей рассылки. Для этого необходимо перейти к разделу «Рассылки» и выбрать подраздел «Создать новую рассылку». После этого вы попадаете на страницу, где нужно будет заполнить небольшую форму для создания рассылки. В первую очередь вам необходимо выбрать тип создаваемой рассылки. Наш сервис позволяет создавать два типа рассылок – периодическая рассылка и автоматическая последовательная серия писем. В данный момент нам необходимо рассмотреть подробнее, чтобы вы четко понимали, какой тип рассылки вам выбирать. При ведении периодической рассылки вы сами решаете, когда вам лучше выпускать свою рассылку. Сами готовите и отправляете в нужный момент очередной выпуск рассылки из своего аккаунта на сервисе. То есть в данном случае автоматически письмо отправляться не будет. Вы будете каждый раз отправлять письмо, когда в этом возникнет необходимость. Таким образом, периодическую рассылку можно сравнить с журналом, который выпускается с той или иной периодичностью. Подписчик, когда подписывается на периодическую рассылку, начинает получать ее со следующего выпуска, который выйдет после его подписки. При этом подписчик имеет возможность посмотреть архив ваших предыдущих выпусков, который хранится и доступен в каталоге рассылок нашего сервиса. Что же касается серии писем, то ее можно сравнить с изданной книгой. Она должна быть законченным произведением с определенным количеством глав. Именно по этой причине вы сначала пишете полностью всю серию писем, рассчитываете нужное количество писем в серии и только потом уже оформляете все это и заряжаете в серию на нашем сервисе. Когда серия писем готова и полностью вами протестирована, то только тогда можно на нее давать подписываться вашим подписчикам. Что ж, с типами рассылок мы разобрались, поэтому переходим к следующим пунктам. С ними все намного проще. Второй пункт – язык рассылки. По умолчанию всегда стоит русский, если вы хотите, вы можете поставить на английский. Далее идет периодичность выпуска. В этом случае вам необходимо указать, как часто вы будете отправлять периодические выпуски по вашей рассылке. Следует отметить, что это значение будут видеть ваши подписчики. При этом, если вы выбираете один выпуск в месяц, это не говорит, что вы строго ограничены выпускать только один выпуск в месяц. В данном случае никаких ограничений нет. Просто учитывая тот факт, что эти данные видят ваши подписчики, у вас есть своего рода необходимость сдержать обещанное слово. То есть, если вы обещали подписчикам, что будете выпускать один выпуск в месяц, то следует стараться придерживаться именно такой периодичности вашей рассылки. Далее, в следующем поле вы указываете название рассылки. Здесь все предельно просто. То есть, как вы хотите, чтобы рассылка называлась, так вы ее и называете. Тематика рассылки. Необходимо из выпадающего списка и из большого количества имеющихся тем выбрать ту тематику, которая соответствует вашей рассылке. Пусть это будет экономика и бизнес в данном случае. Периодичность выпуска можем поставить, к примеру, нерегулярно. Обратите внимание, что далее идет чекбокс. Не помещать рассылку в каталог рассылок. Если вы не хотите, чтобы ваша рассылка размещалась в нашем каталоге, обязательно отмечайте данный чекбокс. Если же вы хотите, чтобы она размещалась в каталоге, не отмечайте чекбокс и отправляйте запрос в службу поддержки, предварительно ознакомившись со статьей, которая посвящена данному вопросу. Следующим полем является краткое описание рассылки. В данном поле вам необходимо в нескольких предложениях описать, что представляет собой ваша рассылка. Ну и после того, как вы это сделаете, вы можете нажимать на кнопку «Создать». Конечно же здесь есть еще два чекбокса, но это более тонкие настройки рассылок, которые на начальном этапе вам не понадобятся. Нажимаем на кнопку «Создать», чтобы создать рассылку. Нами была создана рассылка с названием «Тестовая рассылка». В следующем видео мы рассмотрим, как правильно создавать серию писем и как добавлять в нее письма.